В Тирасполе сегодня вручали награды людям, которые внесли заметный вклад в развитие столицы. А еще определили победителей городского конкурса «Признание». Лучших террасполчан выбрали в промышленности, сельском хозяйстве, спорте и малом бизнесе. Ирина Руснак продолжит. Городской конкурс «Признание» уже стал символом дня рождения столицы. Именно лучших своих жителей всегда называют накануне дня города. Название конкурса говорит само за себя. Это признание заслуг тех, кто является примером и своим трудом делает Тирасполе лучше и комфортнее. Спасибо вам огромное за то, что вы не выбрали путь отъезда из города Тирасполе, за то, что вы растите здесь своих детей, за то, что вы развиваете инфраструктуру города Тирасполя. Именно вы ее развиваете. Ремонт детских садов, школ, строительство парков, объектов инфраструктуры, спортивной. Это все действительно делаете вы, террасполчане. Диплом победителя конкурса «Признание» получает Наталья Райтер. Несколько лет назад она открыла в Тирасполе социальное ателье. На работу туда берут выпускниц интернатов, многодетных мам и просто женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Было очень много обращений со стороны девушек, женщин, благотворительной помощи. И мы решили все-таки не давать просто помощь, а помогать им трудоустраиваться, приобретать профессию, обеспечивать себя и свои семьи самостоятельно, не уезжая на заработки за границу, не бросая своих детей. В номинации «Сельское хозяйство» победителем стала Светлана Василаки, начальник отдела снабжения «Квинта». Кстати, «Квинт» победу в этой номинации забирает уже не первый раз. Продукцию этого столичного предприятия знают во многих странах мира. Ну и, как обычно бывает, работники таких больших предприятий свою награду считают заслугой всего коллектива. Это заслуга не только моя личная, но заслуга всего нашего коллектива, завода «Квинт», который на протяжении всего периода его существования достигает огромных целей. В номинации «Промышленность и энергетика» награду забрала Карина Неделкова, начальник службы внутридомовых сетей «Тиростеплоэнерго». Кстати, именно в этой номинации было подано больше всего заявок, но выбрали Карину, молодого специалиста. Она уже 8 лет работает на «Тиростеплоэнерго». Карина, расскажите, как для девушки такая работа инженера? Бывают трудности, во-первых, потому что ты работаешь с абонентами, и коллектив у нас преимущественно мужской. Грамота президента сегодня у повара спортивного комплекса «Шериф». Кстати, Евгений готовит не только для футболистов. Блюда от шефа можно будет попробовать на праздники в День города в подворье «Вкусномира». В эту субботу у нас будет шашлык по классике, из свинины шашлык, из курицы будет. У нас будут также сейчас новинки, будем карнецей, костица будет у нас на гриле. Обязательно приходите, постараемся вас удивить. Со сцены сегодня вручали еще государственные награды. Ко дню Тирасполя их получили больше ста человек – охранники, инженеры, фармацевты, воспитатели, техперсонал – все работники столичных предприятий.